Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня снова есть на проекте Magic Replay. Сегодня будет интересное видео, потому что сегодня мы поговорим про то, что ждут все, в принципе. А именно, это летнее обновление, в котором должны добавить новые номера, регионы и так далее. То есть, очень много всего должен добавить, чего все давно ждут. Поэтому, сегодня мы это все посмотрим, обсудим. С вас обязательно лайк, давайте постараемся на этом ролике набрать 100 лайков. Я вам буду очень сильно благодарен. Я понимаю то, что у меня было долгое время, активчик на канале упал. Как бы некоторые про меня вообще забыли, поэтому, пацаны, давайте вернем активчик, какой я был. Потому что я буду стараться выпускать каждый день видосы, может быть даже по 2 видоса в день. Поэтому, возьмите, просто поставьте лайк. Можете подписаться на канал, если вы вдруг не подписаны. Мне будет очень приятно. Не забывайте вводить по промокод, пишите вместе капсом Кирилл Гейм. За этот промокод вы получите 450 тысяч. Этот промокод можно вводить на любом сервере, вообще, где угодно. Хоть на пятом, на четвертом. То есть, берете, просто заходите, мем, указает друга ютубера и вводите промокод. И все, вы потом получаете за это бабки, когда вкачаете уровень. Смотрите видосик от начала до конца, потому что я вам покажу все спойлеры будущего обновления. Возможно, вы что-то даже не видели. Всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Первым делом я бы хотел с вами поговорить про номера, потому что с ними произойдут очень большие изменения. Как мы можем видеть, здесь у нас показано то, что будет, получается, фон меняться. То есть, сейчас там, допустим, белый фон, а получается, можно будет делать черный, красный, там и так далее. То есть, можно будет менять сам фон номера. Не именно рамку, не именно там номер сам покрасить, а просто на саму вот эту железяку, получается, на которой, как бы, написан номер, можно будет ее полностью покрасить в любой цвет. Я считаю, это, в принципе, прикольно, то есть, потому что есть, как бы, военные номера, есть советские номера, то есть, они черные. Я думаю, кто шарит, тот поймет, что советские номера, они как раз такие же самые, то есть, они, у них фон получается черный, а сами цифры и буквы, они белые. То есть, я считаю, то, что это реально прикольно. Вот, как бы, живой пример, то, что номера можно будет в красный покрасить, в желтый, как в такси, допустим. Либо просто, если не будет номеров, то рамка будет полностью пустая, без какого-либо номера. Но, как бы, вы не сможете ездить, я думаю, долго без номеров, потому что добавить транзиты. Транзиты, они будут такие красные, то есть, если даже у вас не будет номеров, то у вас, по идее, через время, либо, я не знаю, как это будет происходить, у вас будут появляться транзиты. То есть, временные номера, как бы, они выглядят не очень таки красиво. Вот, 98-й регион, 99-й регион. Я думаю, это, в принципе, все понятно. То есть, машины будут на транзитах, будут без номеров, либо будут просто на каких-то номерах с определенным регионом, там, и так далее. Я думаю, вы понимаете. Вот, таким вот образом будут выглядеть именно именные номера. Как бы это не конечный вариант Возможно будут какие-то доработки Но выглядит, если честно, не очень Потому что вот слово охрана, допустим Оно как-то сильно близко получается к левой стороне То есть оно по сути должно быть посередине Оно как-то вниз опущено И ближе к левой стороне Оно должно как-то посередине более-менее быть Как бы, чтобы выглядеть красиво Следующий скриншот это то, что будут Получаются вот такие вот рамки Честно, спорная тема Выглядит не очень, я считаю Но мне не нравится именно сама эта рамка То есть номер выполнен довольно-таки хорошо Все прекрасно видно То есть реально качественно так выглядит Все хорошо Но сама вот эта контур номера, понимаете Вот эта рамочка такая Ну она реально очень убого смотрится Я понимаю, что будет несколько вариантов Но именно эта рамка выглядит очень убого Тем более на BMW Но реально вообще не смотрится И скорее всего эти рамки можно будет выбивать либо в рулет Следующее, о чем я хотел бы поговорить Это тонировка Потому что, я думаю, все ее ждут просто Эту тонировку Потому что каждый пацан хочет, чтобы его тачка была просто в хлам затонирована Чтобы была заниженная такая машинка Приора, допустим, да Такая заниженная Приора Чтобы была черная тонировка в хлам Она такая стелет под музыку То есть это реально круто И тонировки очень сильно хватает И вроде бы как в этом обновлении Уже наконец-то должны будут ее добавить Она будет необычна Можно будет сделать тонировку любого цвета То есть можно будет там черную, красную, серую, зеленую там и так далее То есть любого цвета можно будет, грубо говоря, поставить тонировку Да, вы скажете, типа, это колхоз Типа то, что можно будет там красную, там зеленую тонировку делать Да, с одной стороны это колхоз А с другой стороны в жизни так же, как бы, есть, пацаны В жизни так же кто-то может сделать себе золотую тонировку, понимаете Может сделать себе зеленую тонировку То есть это уже зависит от людей, от игроков То есть кто захочет, тот себе поставит обычную тренировку черную Кто захочет выделяться, он поставит себе красную Либо розовую, либо зеленую То есть как бы это уже дело каждого Поэтому я считаю в том плане, что они сделали разную тренировку Это реально круто, потому что у людей будет выбор на свой вкус и цвет Следующее, о чем я хотел бы поговорить Это то, что будут новые скины наружу То есть они будут из кс-ки, по-моему, если я не ошибаюсь Честно, я не особо интересуюсь кс-кой То есть я не особо знаю скины там наружу Но вроде бы как это скорее всего скины с кс-ки То есть скины наружу именно с кс-ки И они будут доступны, как я понял, в рулетке И то есть вы будете там гулять рулетку И вам будут выпадать скины на оружие То есть сейчас тоже можно там оружие покрасить Там красным цветом и так далее То есть это все хуйня Это уже устарело, это некрасиво Они как бы идут дальше и решили сделать именно скины такие красивые С раскрасками из граффити для оружия Я считаю это реально очень круто Следующее, о чем бы я хотел с вами поговорить Это новый гоночный трек, который будет находиться не далеко от Горелии Как бы сейчас и так там есть гоночный трек Но как бы это стандартный гоночный трек, который был раньше там за Арзамасом Я думаю вы все его прекрасно помните Знаете, кто давно играет в КРМП Что это обычный просто маппинг старый Амазинг решили сделать именно свой трек Как бы будет и обычный кроссовый трек рядом И еще рядом будет именно гоночный трек с асфальтом То есть как бы будет два трека вместе по сути Один получается для ралли, либо для мотоциклов А другой обычный для машин Как бы по асфальту там бачком ездить и так далее То есть в любом случае они как бы стараются Они переделывают карту То есть я считаю это круто Потому что этот обычный гоночный трек Он как-то надоел и туда никто не ездит А когда добавят уже новый гоночный трек Я думаю туда хотя бы кто-то будет ездить Посещать это место Ну также самая важная темка Что я хотел еще раз сказать Это то, что все-таки будут новые квесты для новичков Я не знаю будут ли они доступны олдам То есть старичкам Короче олдовым игрокам я не знаю Она будет доступна или нет Потому что там чисто обучалочка Типа там получи права Заработай там первые сто тысяч Купи квартиру, купи машину Там вступи в фракцию То есть примерно такие задания будут И как бы эти задания будут давать НПС бот на получается вокзале Батырева Который будет в скине Федичу То есть я считаю это круто Потому что это давно нужно было сделать Я помню когда еще раньше Где-то года два назад Были эти квесты Я сам их тоже проходил И мне было интересно То есть еще есть так по мелочи Это то, что будет именно название улиц Как бы в южке там и так далее То есть во всех городах, поселках Это ролеплей пацаны Все-таки как ни крути Это ролеплей И как бы ну возможно кому-то проще будет как-то ориентироваться То есть допустим Предь на улицу Амазинговская Или так далее Ну короче вы поняли блин То есть там Предь на улицу Молодежную Типа или еще куда-то Там улица Свободы Либо набережная Да возможно кто-то на это даже не будет внимания обращать По сути Но для новичков Возможно это будет какой-то ориентир Чтобы куда-то приехать Типа доехать Также показали новый интерьер Я честно не знаю что это будет Это больше похоже на баню Либо какой-то домик загородный Либо возможно Бля я не знаю даже что это такое Просто домик состоит как бы из дерева Из сосны Либо хер его знает из чего Бля честно не понимаю Не разбираюсь Поэтому ничего говорить не буду Ну просто такой красивый Симпатичный интерьер Как бы Ну реально по кайфу все выглядит Лично я считаю Очень все проработано Как бы Такая маленькая кухня Кран Печка Радио стоит получается То есть Как такой знаете Вроде бы скромненький домик А вроде бы не совсем То есть Ну реально выглядит неплохо Мне нравится Ну что ж Дамы и господа На этом я буду заканчивать Всем спасибо за просмотр Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Я надеюсь что Совсем скоро уже выйдет обновление Буквально может быть Через неделю Либо на этой неделе Подписывайтесь на канал Ставьте лайк Ставьте колокольчик Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok